Компьютер тормозит. Что делать? Почему тормозит компьютер и что делать? Пожалуй, один из самых часто задаваемых вопросов начинающими пользователями. И не только ими. При этом, как правило, говорится о том, что еще совсем недавно компьютер или ноутбук работали отлично и быстро. Все летало, а теперь загружается по полчаса, также запускается и программы и тому подобное. В этом видео подробно о том, почему может тормозить компьютер. Возможные причины приведены по степени частоты возникновения, с которой они встречаются. Разумеется, по каждому пункту будут приведены и варианты решения проблемы. Ниже следующая инструкция применима к Windows 10, 8, 8.1 и 7. Если же у вас не получится выявить, какая именно причина в медленной работе компьютера, ниже вы также найдете бесплатную программу, позволяющую проанализировать текущее состояние персонального компьютера или ноутбука. И представить отчет о причинах, вызывающих проблемы со скоростью работы, помогающие узнать, что именно нужно почистить, чтобы компьютер не тормозил. Итак, приступим. Программы в автозагрузке. Программы, неважно, полезные они или нежелательные, о которых мы поговорим в отдельном разделе, которые запускаются автоматически вместе с Windows, вероятно, самая частая причина медленной работы компьютера. Всякий раз, когда по просьбам мне доводилось изучать, почему тормозить компьютер, в области уведомлений и просто в списке автозагрузки я наблюдал значительное количество самых разнообразных программ и утилит, о назначении которых владели часто ничего и не знал. Если кратко, то все то, чем вы не пользуетесь регулярно, кроме антивируса, а если вдруг у вас два антивируса, то с вероятностью 90% ваш компьютер тормозит именно поэтому. И даже то, чем пользуетесь, например, на ноутбуке с HDD, которые на ноутбуке вообще-то медленные, постоянно включенный торрент-клиент, а он может снижать производительность системы на десятки процентов. Так что полезно знать, установленные и автоматически запускаемые программы для ускорения и очистки Windows очень часто больше тормозят систему, чем оказывают положительный эффект на нее. Причем именитость утилиты тут абсолютно не играет никакой роли. Итак, рассмотрим следующую причину тормозов нашего компьютера. Это вредоносные и нежелательные программы. Наш пользователь любит скачать программы бесплатно и обычно не с официальных источников. Также он осведомлен о вирусах, как правило, имеет хороший антивирус на своем компьютере. Однако многие не знают, что загружая таким образом программы, они с большой вероятностью устанавливают себе вредоносное и нежелательное программное обеспечение, которое не считается вирусом, а потому наш антивирус его попросту не видит. Обычный результат наличия таких программ это сильно тормозит компьютер и непонятно, что делать. Начать тут следует с простого. Использовать специальные средства удаления вредоносных программ для очистки компьютера. Они не конфликтуют с антивирусом, находя при этом то, о наличии чего у себя в Windows вы даже и не подозреваете. Вторым важным шагом будет научиться загружать программное обеспечение с официальных, известных вам сайтов разработчиков. А при установке всегда читать, что вам предлагают, и отказываться от того, что вам не нужно. Так что смотрите, обязательно ставите или убирайте галочки всякие в бесплатном программном обеспечении. Отдельно про вирусы. Они, естественно, тоже могут служить причиной медленной работы компьютера. Так что проверка на вирусы это важный шаг, если вы не знаете, в чем же причина ваших тормозов. Если ваш антивирус отказывается находить что-либо, можно попробовать использовать загрузочные диски или флешки LiveCD от других разработчиков. Есть шанс, что они исправятся, так сказать, получше. Итак, рассмотрим следующую причину. Это неустановленные или неродные драйвера устройств. Отсутствие официальных драйверов устройств или драйвера, установленных из центра, например, обновлений Windows, а не с сайтов производителей оборудования, также могут послужить причиной медленной работы компьютера. Чаще всего это касается драйверов видеокарты. Установка просто совместимых драйверов, особенно это касается операционной системы Windows 7, например, десяточка или восьмерочка, научились ставить официальные драйвера, хоть и не в последней, конечно, версии, часто приводит к лагам и к тормозам в играх. Воспроизведение видео идет рывками и другими подобными проблемами с отображением графики. Решение установить или обновить драйвера видеокарты для максимальной производительности. Именно устанавливать с сайта разработчика. Однако стоит проверить и наличие установленных драйверов для другого оборудования в диспетчере устройства. Более того, если у вас ноутбук, хорошим решением будете установить драйвера чипсета и другие фирменные драйвера с сайта производителя этого ноутбука. Даже если диспетчер устройств для всех пунктов показывает, устройство работает нормально. То же самое можно сказать и о драйверах чипсета материнской платы компьютера. Итак, следующая причина. Это переполненный жесткий диск или проблемы с HDD. Еще одна часто встречающая ситуация. Компьютер не просто тормозит, а порой намертво зависает. Глянешь на состояние жесткого диска, а он резонно имеет красный индикатор переполненности. А хозяин не предпринимает каких-либо действий. Тут начнем по пунктам. Первое. Для нормальной работы системы Windows, всех систем десятка, восьмерка, семерка, а также запускаемых программ, важно, чтобы на системном разделе, то есть на диске C было достаточное место. В идеале, если это возможно, я бы рекомендовал бы двукратный размер памяти в качестве незанятого пространства, чтобы почти полностью исключить проблему медленной работы компьютера или ноутбука по этой причине. Второе. Производим очистку диска C от ненужных файлов. Про это я вам покажу другое маленькое видео, так сказать, более подробно. А в этом видео просто мы укажем, что надо очистить диск C от ненужных файлов. Третье. Отключение файла подкачки для освобождения места на диске, чем многие промышляют. Плохое решение, конечно, проблемы в подавляющем большинстве случаев. Файл подкачки отключать нельзя. А вот отключение гибернации, если иных вариантов нет, и вам не нужен, так сказать, быстрый запуск Windows 10 или 8, и гибернация, то можно в качестве такого решения вот именно отключения гибернации рассматривать. То есть можно его отключить. Ничего страшного не произойдет. Гибернацией мало кто пользуется, но если кто пользуется, тот понимает все это дело. Так что третье. Это отключаем гибернацию, но не файл подкачки, еще раз говорю. Ну, еще самый, конечно, плохой вариант это повреждение жесткого диска на компьютере и что чаще вообще-то в ноутбуке. Типичные проявления какие? Это абсолютно все системные, всю систему останавливается или начинает идти рывками, кроме, конечно, указателей мыши. При этом жесткий диск издает странные звуки, а потом вдруг опять все в порядке. Так что вот это вот... Тут совет единственный. Позаботиться о сохранности данных, сохранив важные данные на другие накопители. Проверить жесткий диск. Возможно, так что придется его менять. Так, рассмотрим следующую тему. Это несовместимость или другие проблемы с программами. Если ваш компьютер или ноутбук начинает тормозить при запуске каких-то конкретных программ, а в остальном работает компьютер ваш нормально, логичным будет предположить проблемы с этим самыми программами. Примеры таких проблем. Например, два антивируса. Это отличный пример. Не часто, но встречающийся у пользователей. Если установить на компьютеры две антивирусных программы одновременно, они могут конфликтовать и привести к невозможности работы. При этом речь не идет о связке антивирус плюс средства удаления вредоносных программ. В таком варианте обычно проблем не бывает. Следующее. Если тормозит браузер, например, Google Chrome или Mozilla Firefox, то по всей вероятности проблемы вызваны плагинами, расширениями, реже кэшем и настройками. Быстрое решение – это выполнить сброс браузера и отключить все сторонние плагины и расширения. Да, еще причиной медленной работы интернета в браузерах может служить изменения, сделанные вирусами и подобным ПУ. Часто это прописывание прокси-сервера в настройках подключения. Следующее. Если тормозит какая-то программа, скачанная из интернета, то причиной тому могут быть самые разные вещи. Она сама по себе кривая, есть какая-то несовместимость с вашим оборудованием, ей не достает каких-то драйверов. Так или иначе, медленная работа конкретной программы – это не самое страшное. В крайнем случае, ей можно найти взамен. Следующая причина – перегрев. Перегрев. Еще одна распространенная причина того, что Windows, программы и игры начинают тормозить. Один из признаков, что именно этот пункт является причиной – это тормоза начинаются через некоторое время игры или работы с ресурсоемкими приложениями. А если, например, компьютер или ноутбук сам выключается в процессе такой работы, сомнений в том, что это перегрев, еще меньше. Определить температуру процессора и видеокарты помогут специальные программы, которых очень много в интернете, там проблем нет. Например, температура вашей видеокарты или процессора более 50 или 60 градусов простое – это когда запущена только операционная система, антивирус и несколько простых фоновых приложений. Это повод подумать о чистке компьютера от пыли. Возможно, замене термопасты. Если не готовы браться за это самостоятельно, обратитесь к специалисту. Ну, или, в принципе, даже посмотрите, на нашем сайте есть видео, как чистить компьютер от пыли и менять термопасту на процессоре. Итак, следующее. Действия по ускорению работы компьютеров. Здесь не будут перечислены действия, которые бы позволили ускорить компьютер. Речь о другом. То, что вы уже делали для этих целей, может служить причиной и последствий в виде тормозящего компьютера. Вот рассмотрим типичные примеры. Первое. Отключение или настройка файла подкачки Windows. Вообще, категорически не рекомендую заниматься этим начинающим пользователем. Категорически файл подкачки не трогаем и не настраиваем. Все устанавливается по выбору системы. Следующее. Использование разнообразных клинеров, бустеров, оптимайзеров, спидмаксимизайеров и так далее. То есть, софты для очистки и ускорения работы компьютера в автоматическом режиме. Вручную, вдумчиво, по очистке и ускорению работы компьютера. То есть, вручную, вдумчиво, по необходимости. Это можно и даже иногда нужно. Но это все надо вдумчиво и вручную. Но никаких автоматов не ставить. Особенно для дефрегментации и очистки реестра, которая не может ускорить компьютер в принципе. Так что, реестр тут, я не знаю. Если речь не идет о единичных миллисекундах при загрузке Windows. А вот к невозможности запуска операционных систем это часто приводит. Так что, реестр, не надо его чипать, не надо никаких там бустерами и оптимайзерами, например, чистить наш бедный реестр. Следующее. Автоматическая чистка кэша браузеров. Временных файлов некоторых программ. Кэш в браузерах существует для ускорения загрузки страниц. И действительно ускоряет ее. Некоторые временные файлы программ также присутствуют для целей более высокой скорости работы. Таким образом, ставить эти вещи на автомат, например, при каждой выходе из программы, при запуске системы и так далее, не нужно вручную, при необходимости, пожалуйста. Так что, на автомат не надо ставить. Следующее. Отключение служб Windows. Это чаще приводит к невозможности работы каких-либо функций, чем к тормозам. Но и такой вариант возможен. Я бы не стал рекомендовать делать это большинству пользователей. Так что, лучше в службах Windows не надо ковыряться. То, что запущено, значит, оно должно быть. Следующее. Слабый компьютер. Еще один вариант. Это ваш компьютер просто не вполне соответствует сегодняшним реалиям. Требованиям программ и игр. Они могут запускаться, работать, но нещадно тормозить. Советовать что-то тут сложно. Тема апгрейда компьютера, если только это не покупка полностью нового, достаточно широкая. И ограничиваться в ней одним советом увеличить размер оперативной памяти, или поменять видеокарту, или установить SSD вместо HDD, не вдаваясь в задачи и текущие характеристики сценария использования компьютера или ноутбука, не получится. Отмечу здесь лишь один момент. На сегодняшний день многие покупатели компьютеров или ноутбуков ограничены в своих бюджетах. И поэтому выбор падает на доступные модели по цене, ну или ценой до 300 долларов. К сожалению, ожидать высокой скорости работы во всех сферах применения такого устройства попросту не следует. Оно подойдет для работы с документами, интернетом, просмотра фильмов и простых игр. Но даже в этих вещах иногда может оказаться медленным. А наличие каких-то проблем, описанных в статье выше, на таком компьютере может вызвать куда более заметное падение производительности, чем на хорошем железе. Ну и следующий вопрос рассмотрим. Определение, почему компьютер работает медленно с помощью программы WhySoSlov. Не так давно в свет вышла бесплатная программа для определения причин медленной работы компьютера. WhySoSlov. Пока она в бета-версии, и нельзя сказать, что ее отчеты очень хорошо показывают то, что от них требуется. Но тем не менее, такая программа есть и вполне возможно в будущем обрастет дополнительными возможностями. На текущий момент времени интересно лишь взглянуть на главное окно программы. Она показывает преимущественно аппаратные нюансы вашей системы, которые могут служить причиной того, что компьютер или ноутбук тормозит. Если вы видите зеленую галочку, с точки зрения этой программы все в порядке с данным параметром. Если серую, сойдет. А если восклицательный знак, то это не очень хорошо и может приводить к проблемам с работой компьютера. В программе учитываются следующие параметры компьютера. Это скорость процессора, температура процессора, загрузка процессора, время доступа к ядру операционной системы, то есть отзывчивость Windows. Следующее время ответа приложений. Степень загруженности памяти. Я бы не стал сильно полагаться на показания программы, да и к решениям. Она начинающего пользователя не приведет. Раньше, в частности, перегрев. Но взглянуть все равно интересно. Скачать эту программку можно по адресу, опубликованному внизу экрана. И последняя тема нашего видео или вопрос такой. Если ничего не помогает и компьютер или нетбук все равно тормозит, если ни один из способов никак не помогает решить проблемы с производительностью компьютера, можно прибегнуть к решительным действиям в виде переустановки системы. К тому же, на современных версиях OS Windows, а также на компьютерах и ноутбуках с предустановленной системой, с этим должны справиться любой, любый, так сказать, начинающий пользователь. Как правило, еще раньше проблем со скоростью работы компьютера не было, а аппаратной неисправности отсутствуют. Переустановка операционной системы с последующей установкой всех необходимых драйверов это очень действенный метод вернуть производительность к исходным значениям.